...международного класса. Ему 30 лет, рост 187 сантиметров, вес 104 килограмма 300 граммов. Профессиональный рекорд, один бой, одна победа, одержанная нокаутом Сергей Егоров! Рефери-боя Виктор Панин. Господа боксеры, господа боксеры, я прошу вас. Опасно голову не идем, ниже пояса не бьем, слушаем мои команды. Я желаю вам удачи, пожали руки, по углам. Итак, друзья, данные боксеров на ваших экранах. Сергей Егоров в 30 лет проводит второй профессиональный поединок, чуть повыше и при этом чуть полегче. Ну, имеет колоссальный любительский опыт, как мы уже говорили. Намного больше. У Германа Скобенко тоже была любительская карьера, но не настолько обширная. Ну, и это весовая категория свыше 90 килограммов, 700 граммов. Супертяжелая. Тяжи, тяжи. 102 Сергей Егоров, 111,1. Такая красивая цифра у Германа Скобенко. Так вот потихонечку, потихонечку подбирается Герману в стойке. Правши он начинает, но он всегда в ней работает. Ну, а Сергей Егоров в стойке левши. Да, в левши. Достаточно низко держит переднюю руку Егоров. Ну, это вот из любительского бокса. 100% сразу вижу. 6 раундов по 3 минуты здесь запланировано. И поэтому, я думаю, в первом раунде не будет такого старта. Когда перебил тебя, что за мысль? Я, на самом деле, просто хотел сказать, что пытается на дистанции сдержать своего соперника только передней рукой пока что Сергей Егоров. У меня такое чувство, что он в теории сильнейший левый и пока вообще ни разу еще не ударил. Просто проверяет. А куда сейчас? Мы знаем сами, что у боксеров-олимпийцев очень хорошая работа всегда. А вот смотри, раз-то в блок, но плотненько, да. Да, тем не менее. О, вот еще раз. Очень короткие, но точные удары пока что у Егорова. Продолжает поддавливать уже Егоров. На первой минуте Герман Скобенко шел вперед, теперь уже перехватил Сергей инициативу. Вот так мне нужно делать над собой усилие, чтобы не сказать Алексей Егоров по привычке. Однофамильца эти два. Получается у нас Сергей тяжеловес, Алексей первый тяжелый выступает. Хорошо, коротко попадает Егоров. Ну, школа бокса хорошая у Сергея. Это абсолютно очевидно, учитывая на каком уровне и с какими соперниками он боксировал. Ребята с плохой техникой до таких высот не добираются. Там техника, это в первую очередь. В любительском боксе отпор очень жесткий и на самом деле прямой. Ну и какое ему внимание уделяет все-таки школа бокса, когда очень много отработок, подвижности, количество боев в стене. Огромная практика. Практика, да. Так, Герман решил поддавить в концовке. Мало ударов. Один тяжелый мимо. Топ! Второй раунд. Да, продолжается у нас поединок тяжеловесов. Сергей Егоров против Германа Скопенко. Да. У нас вообще на самом деле сегодня карта достаточно богат на тяжелых ребят. Это и два боя в тяжелом весе, и крузер вейт у нас будет. Евгений Тищенко попозже выйдет. Блин, много крупных парней собралось в Екатеринбурге. Никогда не забуду, был у нас турнир «Вечер тяжеловесов». Это было прям классно. Ничего не могу с тобой сделать. Люблю тяжелый вес в боксе. Но это не зря считается, как многие выражаются, даже королевский вес его называют. Да, один из зрелищных. Пытается по туловище там работать Герман, но пока не точно. И при этом своей длинной правой рукой Егоров очень технично издалека цепляет соперник. Коротко, но в подбородок. Повыше бьем, повыше, повыше бьем. Вот, кстати, Герман Скобенко такой, наверное, является боксер, который не выигрывал с 2018 года. Но после этого он как раз-таки провел 10 поединков. И в них всего один раз уступил досрочно. Остальные все по очкам. Такой очень крепкий парень. Умеющий проверить молодых таких перспективных спортсменов. То есть вот именно он. Здесь Сергей Егоров, конечно, перспективный, но в 30 лет, наверное, по меркам бокса уже не такой молодой. Но при этом, да, только перешедший в профессионалы, еще не имеющего большого опыта вот в этом. В декабре дебютировал не так давно. Матрика, коротко, но здесь показывает Герман, что он готов вот так составить угрозу своему сопернику. Он приехал именно проверить его на прочность. Егоров пока достаточно очень спокоен. Хорошо, как подловил там. Хорошая комбинация от Егорова. Чуть-чуть вытянул на себя и поймал. Абсолютно спокоен, хладнокровен Егоров. Понимает, что попал, но никуда не торопится. Скобенко так постоянно, постоянно передней рукой пытается двигаться, уходить от дальней руки своего соперника, от сильнейшей. Разрез плотно там попадает передней рукой Егоров. По корпусу ужалил соперника Егоров. О, уже играет прям со своим соперником. Но понимает Егоров, что так Скобенко старается пока отстреливаться на дистанции и пытается немножко вызвать его на себя. Да, Сергей. Герман очень опытный для того, чтобы так прямолинейно броситься. Да, конечно. Он тоже это все видит, все понимает. Понимает, зачем все это делается во втором раунде уже. И мне кажется, в эти моменты Егоров... А у нас третий раунд. Относительно в спокойной манере прошли предыдущих два. Первых два так... Если Сергей Егоров, наверное, где-то так присматривался, пристреливался, то и Герман Скобенко тоже постоянно кружит вокруг него, пока каких-то, мне кажется, точных попаданий мощных прям не было. Было несколько неплохих, хороших эпизодов от Сергея Егорова во втором раунде, но Скобенко достаточно так уверенно пережил те пропуски, те пропущенные удары. И смотрите, сам так время на средней дистанции атакует. Повыше, повыше, там, говорит рефери, по затылку не забрасывайте. Хорошо с дистанцией продолжает Егоров осыпать соперника джебами. Ой, там уже немножко так... Мне кажется, немножко заигрывается Егоров, скажем так. А с таким опытным бойцом, как Герман Скобенко, наверное, не надо этого делать. Но опять же, возможно, понимает здесь Сергей Егоров, что, в принципе, все он видит и пока где-то позволяет себе рисковать. Плотно туловище пробивает Егоров. Спокойно очень боксирует Сергей. Там оперкот неплохо подсунул так аккуратненько с передней руки Егоров. Герман пытается атаковать с наскоков. И это хорошая тактика, но не против такого опытного любителя. Мне кажется, его этим не удивить. Минута остается тем временем в третьем раунде. Там даже головой показывает, что с Кобенко все, ничего не было. Тут я ничего такого не пропускаю. Мало, мало Виктору Панину работы в ринге. Снова передней рукой нащупывает нужную для себя дистанцию Егоров, но пока не торопится подключать сильнейшую левую руку. Что-то там низковато было что-то. Но тут же извинился сразу же Скобенко, говорит, да, не специально. Повнимательно, ребята, повыше, повыше бей. Повыше бей. А мне кажется, что есть... Ну ладно, не буду. Не буду об этом говорить. Хорошо заедил Егоров. На встречу там левый был. Пошла работа на средний. Продолжаем смотреть поединок двух тяжеловесов. Четвертый раунд. Да, вторая половина поединка. Из шести запланировано. Да. Хорошо, хорошо передней рукой. Шахтугает ударами левой руки Сергея Егорова. Ну вообще у Сергея Егорова очень хорошая передняя рука. Надо отметить, смотри, опускает он переднюю руку. Так позволяет себе работать практически. Выдергивает, выдергивает. Смотри, так раз, так. Цапнул Скобенко, но он понимает здесь Герман, что его ловят навстречу. И не идет сам? Конечно. Видит он, что его соперник расставил ловушки и сам в них не бросается. Ну зачем ему подставляться? Плотный блок, шаг вперед, его лучший друг в такой ситуации. Заряжает левые боковые. Больше мы видим левых боковых от Егорова. Стал немножко распрепощаться. Вот тут Скобенко зарядил, справа по дуловищу. Повыще бьем. Повыще бьем, призывает снова Виктор Панин. Слышно, что уже потяжелее дышат боксеры. Ну, коллега, ты сам говорил, что весовая категория, это да, это супертяжелый вес. Ну и подвигаться такое время, конечно, это сложно. 100%. 104 килограмма на весах вчера показал Сергей Егоров, 111 Герман Скобенко. Плюс, ой-ой-ой, неплохой, хороший апперкот там от Егорова. Я не думаю, что ребята прям сильно набирают к боям, это все-таки супертяжно. Да, они там, наверное, я думаю, много и не гоняют. Я просто помню прекрасно на YouTube-канале российского бойца UFC Александра Волкова перед турниром, не помню, каким турниром, он показывал, что в день перед взвешиванием предоставляют питание. В более маленьких весах у всех такие маленькие пакетики. И только тяжеловесы идут с тремя в каждой руке. А он говорит, так мы не гоняем, нам питаться надо, восстанавливаться. Ну, в любом случае, лишний ненужный вес таскать на себе, да, это сложно. Спросите у Энтони Джошуа, например. Сабит, наверное, да. Ну и у Тайсона Фьюри. Ну, у Тайсона Фьюри в другой форме. Да, помнишь, какой у него был и какой он потом стал? Это точно. Чуть-чуть мы отвлеклись, снова с дальней руки здорово попадает здесь Егоров. Но там руки поднял вовремя Герман. Смотри, на джеб прям выставляет соперника. Егоров. Герман бьет, но пока много в блок. Мне кажется, опять апперкот туда забросил. По стилю сложно Герману с таким полулюбителем, скажем так, по именно тому, как боксирует Сергей Егоров. Герману нужно за блоком подходить, а он пытается играть с опытным игровиком. Естественно, пока не... Продолжаем смотреть встречу Сергея Егорова и Германа Скобенко. Друзья, если только что включаетесь, напоминаю, четвертая пара вечера. Шестироундовый бой, тяжелый вес, свыше 97. Сергей Егоров у нас, я даже не знаю, как внешне отличить белых боксер, скажем так. И стойки левши. Да, и стойки левши, точно. В синих шортах с белой полосой, да. У одного синий, темно-синий, у одного черный, перчатки в обоих черный. Не суть. Ну и его соперник Герман Скобенко. 100%. Боксер в черных шортах с красной надписью. Папака, вот здесь где лампасы, Скобенко, там как раз-таки его фамилия написана. И уже пятый раунд из шести запланированных. Хорошо. Разряжается левой рукой Егоров в этом раунде. По-другому уже начал работать, перестал стесняться это делать. Упасно, хорошо, там забрасывает боковой справа. Ой-ой-ой, Скобенко. Скобенко попал. Узко так, он бросил справа руки в разрез. Не очень акцентированно старался бить, но при этом опасно. Тяжелый вес, когда два спортсмена идут друг навстречу другу, это чревато. Это точно. Хорошая комбинация от Егорова. Ребята, низко-низко бьете. Обращай к нему, низко бьете. Сразу видно рефери. Второй закал боксером на вык. Виктор Панин, легенда цеха. Небольшую паузу взяли боксеры. У нас тоже лирическое отступление. Заряжает левую руку Егоров. Прям откровенно, но Скобенко стал под нее нырять, но вот тут не успел, кстати. Хапнул левый боковой, так немножко замер на полсекунды. Повыще бьем, повыще бьем. Повыще бьем, повыще бьем. Неоднократно уже было замечание Герману. Повнимательно, ребят, повнимательно. Много-много ударов ниже пояса. Немножко неудачно летят кулаки у мужчин. И клинч. Ну, в общем, для тяжелого... Чуть-чуть повозились, да, там. Но причем все в пределах дозволенного. Они немного поклинчевали. Скажем так, этот поединок не перенасыщен клинчами. Не является таким скучным. Хорошо, подловил. Там Егоров так подловил и левой, и правой попал. Что-то там еще успевает. Скобенко опытный заклинчевал, да. Герман еще успевает что-то говорить. То ли сопернику, то ли так, сам собой. Не дотягивается ударами в корпус. Егоров ищет момент для жесткого левого. Но там руку постоянно очень высокой делаешь с скобенкой. Итак, друзья, добрались мы до шестого финального раунда в этом противостоянии. Сергей Егоров против Германа Скобенко. По аплодисментам мы слышали, да, что это заключительный раунд. Передней рукой, передней рукой подсказывают работать. Ой-ой-ой, там. Вот так Скобенко решил через шаг туда зашагнуть. Но не точно. Хорошо, хорошо Пристрелял за последние два раунда левую руку Егоров Видно, что уже такой прикормленный левый боковой туда идет в цель Вот так, смотри, как в те еще олдскульные времена защищались Когда так перчатки держали Горизонтально руки Дает по корпусу себя побить Егоров Ну и смотри, и Герман так больше стал делать в заключительном раунде Оба спортсмена понимают, что это пужинка Финальная трехминутка Да, дают немножко шоу Ну и Герман на самом деле в хорошей физической форме Да и в принципе оба темп особо не теряют Хотя тяжелый вес Какое-то там утомление мы не видим Что прям переутомлены спортсмены Без сомнения, они отработают уже шестой раунд Но при этом Хорошо, боковой коротко там пробивает Но в защиту его Егоров Работаем, ребята, работаем Работаем, работаем Работаем, работаем Стоп, стоп Повнимательной головой Повнимательной головой На самом деле довольно чистый поединок Не считая вот эти эпизоды, когда у обоих кулаки низковато летят Но это так, это уже детали Работаем, работаем В остальном ребята не вязнут в клинче Даже как вот в предыдущем поединке мы видели 40 секунд остается немножко решили Так пообмениваться ударами на средней дистанции бойцы Короткий слагфест Вот тут точно поработал Немножко остановился с Копенко и был за это наказан Работаем вблизи, работаем Работаем вблизи, работаем Концовка Хороший левый такой открытый перчаткой удар Совсем не из олимпийского бокса Там так нельзя Рубка, рубка, рубка под концовку Но этого и ждут зрители Стоп! Война крюков прошла так Уважаемые дамы и господа Итак, в этом поединке Единогласным решением судей победу одержал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok